Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дворец-коттедж, стоящий в глубине Александрии, украшает герб. На рыцарском щите меч, продетый сквозь венок из белых роз. Его первой хозяйкой была Александра Федоровна, супруга императора Николая I. Сам же парк Александрия, один из наиболее романтичных пейзажных парков Петербурга, располагается на въезде в Петродворец. В начале XIX века в Европе моден романтизм. Его волшебно-фантастическими образами грезила и принцесса Шарлотта, дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III и королевы Луизы. В семье ее даже звали Белой Розой, как прекрасную героиню романа Фридриха де ламот Фуке «Волшебное кольцо». И еще один цветок будет сопутствовать ей в жизни – обычный полевой василек. Ведь ее мать, королева Луиза, на балу, устроенном после завоевания Наполеоном Пруссии, появится в венке из васильков. В знак того, что когда вояки радуются своим победам, то для женщин, разоренных ими стран, украшением могут быть только полевые цветы, не подвластные никакому завоевателю. С тех пор в сердце Шарлотты образ ее горячо любимой и очень рано умершей матери будет навсегда связан с этими совсем нецарственными цветами. В 1817 году Шарлотта станет женой великого князя Николая Павловича. Русскому языку ее будет обучать поэт и тоже романтик Василий Андреевич Жуковский. В своих стихах он воспоет эту богиню красоты и грации. Для нас природа ей все прелести дала, для нас ее душа цвела и возревала, как гений радостей она пред нами стала и все прекрасное с собой нам принесла. А потом зазвучат уже и пушкинские строки. Когда Николай I подарит жене парк в полюбившемся ей с первого же взгляда Петергофе и назовет его Александрией, то Жуковский придумает для него герб. В том же году императорская чета приедет в Берлин. И там, на балу, она появится в роскошном наряде и сверкающих драгоценностях, но с букетиком васильков в руке. Дочь королевы Луизы, теперь жена императора страны, изгнавшей Наполеона и из России, и из Пруссии, и из Европы. Она будет блистать на балах, которые устраивал для нее Николай I, и она же будет заботливо воспитывать их семерых детей. И недаром маркиз Астольф де Кюстин, столь язвительно писавший о Николаевской России, скажет об Александре Федоровне. Она более чем императрица, она женщина. После оглашения приговора декабристам она запишет в дневнике. Жены высылаемых намерены следовать за своими мужьями в Нерчинск. О, на их месте я поступила бы так же. Ведь разве можно жить без любимого? Особенно счастливы Александр и Николай были в их милом коттедже, где можно было с головой окунуться в тишину домашнего уюта, где их радовали ее любимые цветы. В феврале 1855 года, умирая, Николай I скажет жене, «Ты всегда была моим ангелом-хранителем с того момента, как я увидел тебя в первый раз и до последней минуты». Она пережила мужа на пять лет и завещала детям заботиться о коттедже и о его цветах так же, как заботилась она. Ее воля исполняется и сегодня. Коттедж по-прежнему утопает в цветах. И каждый год, 13 июля, в день рождения Александра Федоровны, на ее надгробии в Петропавловском соборе появляются белые розы и синие васильки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова